Ну что ж, дорогие друзья, ну а теперь мы переносимся из Черного моря к Средиземному, и этого человека, который сейчас появится в кадре, многие из вас, наверное, знают, потому что мы уже не раз приглашали его на наши вебинары, его оптимизм и задор всегда были путеводной звездой для многих, кто хочет приобрести недвижимость в Испании. Вот он уже появляется, вот это он, Александр Дашевский, компания Испана Тур. Я вот тебя вижу, но почти наверняка не слышу, потому что нет никакого шума, если ты еще сейчас звук настроишь. Не-не-не, звук пока не слышу. Я думаю, что меня слышишь хорошо, всем привет, добрый день, всем добрый день. Судя по тому, что ты находишься в офисе, а офис у тебя в центре Таревьехи, значит, из Таревьехи ты сейчас. Да, я на самом деле, меня зовут Даршевский Александр, живу я в Испании уже много лет, проживаю в городе Орелла Коста, а у нас два офиса в Таревьехе, а продаем мы недвижимость по всему побережью Коста-Бланка. Отлично, вот сейчас мы об этом поговорим, как вам там продается. Насколько я знаю, мы сегодня даже с тобой толком отрепетировать не смогли, потому что ты ехал куда-то клиенту по своей... Я работал, да, по стройкам. Соответственно, жизнь, что называется, налаживается. Абсолютно налаживается, потому что у нас сейчас, скажем так, помимо того, когда во время того, что мы сидели дома, мы делали работу только онлайн, сейчас нам дали больше свободы, и мы теперь перемещаемся по городу. Я могу перемещаться? Могу перемещаться по провинции Аликанте. Мы уже снимали ролики, у нас есть канал в YouTube, снимали ролики в Венедорме. Сейчас я ездил в город Грандалаканте показать отчет нашим клиентам, видеоотчет, что строится или не строится в этом. Это как раз в сегодняшней теме будет хорошо, так как многие наши клиенты говорят, Александр, а строительство у вас остановилось тоже, как у нас в наших странах? Я говорю, нет, не остановилось. А особенно переживают те клиенты, которые уже дали резерв, заплатили условно 20-30% на ранней стадии строительства. Они сейчас переживают. И поэтому мы, как компания, ответственно за это, ездим по этим объектам и снимаем видео, как происходит стройка. А стройка идет? Значит, мы с тобой примерно месяца, чуть больше месяца назад говорили, и тогда история была такая, больше прогнозами. Говорили больше прогнозами просто потому, что тогда очень многих было неизвестных во всей истории, сейчас их стало чуть меньше. Но процитирую одну фразу. Могут быть падения на некоторые объекты до 20%. Вышли из карантина многие, вышли, ну, то есть продавцы, видимо, как-то тоже должны активизироваться и начать работать более решительно. К чему пришли? Вот что ты сейчас видишь? Какие предложения есть? Каких стало больше? И вообще, вот сейчас продавцы оживились? Да, система продажи на побережье Коста-Бланка, она уникальна. Здесь единая база данных, и у многих агентств есть все объекты, которые есть в продаже. Буквально недавно, буквально последнюю неделю, наверное, произошел небольшой такой ажиотаж. Обычно мы друг у друга берем ключи. У нас есть такая система, в которую мы входим и видим, что мне нравится эта квартира, я беру ключи у другого компании и показываю своим клиентам. Сейчас активно пошел спрос. Вот такой на ключи, и у нас сотрудники открывают и показывают эти квартиры для других агентов. Это первое. Соответственно, слава богу, что у нас появились покупатели, но и появились дополнительные продавцы, которые сидели-сидели, не хотели продавать, которые платили ипотеку, а теперь не могут, допустим, платить они из России или из какой-то другой страны, я не знаю, Украины, и они не могут платить ипотеку. Они начали тоже выставлять продажи. Но как-то сбалансированы сейчас спрос и предложение. По поводу падения твоих 20%, кратко. Это твоих 20%? Это ты сказал? Я сказал, да. Ну ты сейчас сказал, я подтверждаю твои слова. Смысл такой. Значит, недвижимость сейчас в Испании неликвидная, которая находится не в центре города, которая находится не близко у моря, которая просто как жилье и не в хорошем состоянии, конечно, упала сегодня. Я прогнозил до 20%, до 20% не упала. Где-то 12-15%, 10% вторичное жилье обязательно, и состояние будет на троечку с плюсом. Где можно переночевать, но ремонт косметически делать надо. Недвижимость, которая в хорошем состоянии, но вторичка, где-то на 5% подвинулась. Это правда. Многие там говорят, там не подвинулась, все нормально, такая же цена. Но это правда. Подвинулась. 5-7% изменений в ценах есть. Некоторые вообще не изменяют. А вот по новому жилью хочу сказать отдельно. А вот новое жилье не подешевело нигде. Ни одна строительная компания, а их у нас, наверное, сотни-полторы на побережье Костабланка, ни одна строительная компания не прислала предложения о снижении цены. Они прислали предложения о подарках, которые они дарят. Как то? Подарках, которые они дарят. Нет, как то, какого рода подарков? Какие подарки? Ну, например, одна из компаний, ведущих здесь на побережье, сейчас предлагают за квартиру две спальни, две ванные комнаты, 100 метров от моря, комплекс, 5 бассейнов, шикарный вид, просто обалденный вид. Стоимость подарка на мебель выдают 14 тысяч. То есть ты можешь из какого-то каталога на эту сумму выбрать, и тебе остальное будет? Они дают специальный чек. С этим чеком идешь в два магазина. Куда ты приходишь, вот он вам чек на 14 тысяч, я выбираю любую мебель. И ты выбираешь на 14 тысяч. Если тебе чего-то не хватает, доплачиваешь, и все. На квартиру из трех спален, две ванные комнаты, чек дают на 19 тысяч. Есть компании, которые дают на 5 тысяч всего лишь, на эту же сумму. 200 тысяч квартир, они дают только 5 тысяч. То есть если в процентном отношении мы посчитаем, то 2, 3, 4, 5 максимум процентов, все, что произошло на рынке нового жилья. Особенно то, что на первой линии вообще ничего не изменилось. Вообще спросом как пользовались, так и пользуются. И у нас сейчас, кстати, появилось большое количество покупателей именно богатых на дорогую недвижимость. Давай, к сожалению, мы сейчас вот фотку такую показать не сможем, но в одной из серий, просто мы делали видеопроект с Александром ровно год назад, как раз в эти дни снимали. Я просто сейчас, ну, попытаемся обрисовать, потом, ну, желательно. А вот мы с тобой снимали в Таревьехе. Это была, по сути, вот ты сказал, курортная недвижимость и не курортная. Ну, в Таревьехе, например, по сути, вся недвижимость в той или иной степени может быть курортная. Ну, то есть ты можешь жить и ходить на море, которое будет относительно недалеко. И вот в один из дней, я помню, мы с тобой поехали снимать бунгало. Они стоили, ну, под 100 тысяч, чуть меньше. 92, я помню, это бунгало, где мы с тобой были, да, 92 тысяча. Оно было продано буквально сразу и уже сдано в аренду. Вот, вот когда ты говоришь о том, что объекты вдали в не лучшем состоянии, а оно было в нормальном состоянии, но не в идеальном, сейчас могут падать в цене. Вот такого рода объекты ты имеешь в виду или нет? Или это все-таки уже... Нет, не имею. Могу сказать, что всегда было, по крайней мере, у нас в нашем регионе, побережье Коста-Бланка, всегда было дефицит квартир, у которых был вот такой ремонт. Я хочу сказать зрителям, которые не видели эту картинку, это просто хай-тек, современный ремонт. Новая мебель, новая кухня объединена уже у нас с гостиной, новая сантехника, бытовая техника, телевизор и все остальное. Как бы, как новострой, выглядит как новострой. И такие квартиры всегда были в цене. И на такие квартиры, даже если она находится очень далеко, цена практически сейчас не изменилась, вообще не изменилась, потому что это просто дефицит. Их попадает 10 на рынок буквально на месяц, их быстренько покупают. И ту квартиру сразу же, вот мы с тобой поснимали, ее сразу купили. Вопрос от Александра и про минимальные первоначальные платежки ипотеки для нерезидента. И все-таки, опять же, месяца полтора назад мы говорили, ну, осторожно, ты говорил, что не знаешь, как будут действовать в банке, да. Но все основные параметры. Так вот, как они действуют, что сейчас, когда ситуация чуть изменилась? Ну, кардинально ничем не изменилась. Во-первых, банки только начали активно работать в прошлой неделе в нормальном темпе. Процентная ставка сегодня от 3 до 4,5% годовых, процентная ставка на покупку. Стартовый взнос нерезидент, хочу отметить, это 30, 40, 50%. Если 50 на 50, 50 ваших денег дает вам банк, гарантированную ипотеку вы в Испании получите. Если же у вас, вы хотите больше, то вам нужны хорошие документы, показать хорошие официальные, помечу, официальные доходы. Ну, вот такая сейчас ситуация. Ну, вот если мы говорим в текущих ситуациях об ипотеке, все равно есть ощущение, что во многих странах, я, кстати, еще раз подчеркну, эту новость я сегодня уже зачитывал, когда вот мы с твоим коллегой из Болгарии говорили, новость такая, опять же, это Европейский фонд в сфере улучшения условий жизни и труда, сказал, что около 11% испанцев не могут платить по ипотеке или снимать жилье, и 7% опрошенных заявили, что уже смирились с мыслью, что им придется покинуть свой дом или квартиру в ближайшие месяцы. Вот. И финансовое положение в результате, ну, вот этого, этих медицинских проблем пострадало у 45% испанцев. То есть, ну, опять же, за что купил, за то продаю. Вот такая новость. Может быть, это в меньшей степени относится к курортному жилью. И почему я еще про банки заговорил? Ну, банки вроде все равно должны пожестче оценивать теперь клиентов, ну, просто потому что риски стали существенно выше. Да, на самом деле, на самом деле, действительно, банки сейчас более строго подходят к ипотекам. Они были и до 15 марта то же самое, было более строго, с нового года уже начали более строго относиться к ипотекам для того, чтобы удержать в нормальном состоянии экономику. Чем жестче банки относятся к ипотекам, тем больше гарантии, что экономика будет в хорошем состоянии. То, что касаемо платить, не платить, ну, давайте расскажу. Ну, наверное, сейчас то, что пишут общие средства массовой информации и практика то, что происходит у нас, немножко по-другому. Наши сотрудники, работники, люди, которые платили налоги и работали на момент с этой ситуацией, все получили помощь от государства. Это первое. Второе. Я говорю о тех людях, которые, допустим, купили или в ипотеку, или же взяли в аренду недвижимость и их пытаются сейчас, допустим, выгонять. К примеру, многие собственники, у нас сейчас много квартир, которые мы сдаем для длительную аренду, да, и многие собственники сами позвонили своим арендаторам и сказали, в этом месяце вы платите не 350 за квартиру, а платите 250 на три месяца вперед, мы вам делаем скидку. То есть они хотят их удержать, чтобы люди не переезжали с квартиры на квартиру. А этим еще и помощь дали. Таким образом, большинство, скажем так, тех людей, которых я знаю, которые сидят именно вот в аренде, да, они говорят, ну, по большому счету, как бы сбалансировано. Тут мне уступили 100 евро на... кому 100 евро, кому 70 евро на аренду в месяц, а тут мне еще государство подмогло. Ну, вроде как куча и нормально. Окей. Поступил вопрос. Если мы говорим о текущей ситуации, тебе, как кажется, выгоднее сейчас снимать на долгосрочной основе или иметь свое собственное жилье? Ну, такое, в общем, понятно, что ситуация у каждого своя, но с какими аргументами здесь лучше подходить человеку? Собственное жилье... Ну, давайте тогда, если собственное жилье, тогда уже подвернем немножко. Собственное жилье представим в ипотеку. Давайте представим, купили собственное жилье в ипотеку и платим за ипотеку. Ну, в среднем за квартиру берем среднюю квартиру 100 тысяч, взял 50 на 50, с 50 тысяч где-то 350 будет стоить ипотека ежемесячного платежа. Аренда в нашем городе, в нашем регионе, на побережье Коста-Бланка, ежемесячная средняя 350. В принципе, можно платить просто аренду, но выгоднее покупать в ипотеку и платить эти 350 за свою квартиру и получать в конечном итоге все равно она будет твоя. И сегодня она уже твоя, она просто заложена в банке. А так ты платишь, и квартира не твоя. Ситуация по процедуре получения ВНЖ. Есть ли изменения в сроках, какие-то новости? Пока ничего. Те, которые люди уже подали документы на виды на жительство и стоят в системе ожидания, все сроки у них продлены. Пока не закончится, допустим, наша ситуация сегодняшняя. Те люди, которые хотят подать, можно уже сейчас в многих странах открывается консульство Испании, а для подачи вида на жительство, допустим, без права на работу, надо подавать в вашей стороне. Многие консульства уже открываются. В разных странах по-разному. Но, в принципе, процедура не изменилась, закон не изменился. На самом деле, Испания сейчас активно помогает своим гражданам. Мало того, Евросоюз, я читал такую новость, не знаю, насколько она действительно, выделяет 500 миллиардов евро на весь Евросоюз на помощь пострадавшим странам. Соответственно, если эти деньги вольются в экономике этих стран, то, по большому счету, баланс вот этого, то, что произошло, оно компенсирует. Следующий вопрос от Максима. А кто сейчас покупает? Начали ли покупать сами испанцы? Активизировались ли граждане ЕС? Вот я имею в виду не на протяжении последнего полугода, а вот в моменте, вот сейчас. В моменте. Да, активно, резко поменялось у нас качество клиента, скажем так. Раньше у нас была основная, основные клиенты, это те люди, которые покупают недвижимость с последующей сдачей в аренду. Небольшие инвесторы, люди, которые не соображают в этом бизнесе, но имеют деньги и хотят пассивный доход. Это было самое популярное. И 70% наших покупателей, это была всегда вот такая категория. На сегодняшний день добавилось к этому, наверное, 50 на 50. 50-50% остаются люди, которые хотят все-таки инвестировать, но уже с какими-то поправками сегодняшнего дня. Но из них 50% это вид на жительство. Люди, которые хотят купить недвижимость для переезда на постоянку, сюда, чтобы приехать. Некоторые покупают недвижимость недорогую, можно купить, допустим, квартиру условно за 50-100 тысяч и получить вид на жительство в Испании. Испания позволяет это сделать легко. Главное, чтобы имели люди средства к существованию. Можно золотую визу на 500 тысяч купил и, пожалуйста, живи. То есть это сейчас доступно. И люди многие из многих стран, где экономика, скажем так, шатается, они пытаются весь свой бизнес перевести теперь в Испанию. И таких клиентов больше и больше. Окей. Ну, давай теперь поговорим о нескольких конкретных предложениях, которые ты и твоя компания подготовили к нашему вебинару. Окей. Ну, 200 тысяч для Теревьейхи – это, прямо скажем, не минимум. Ну, вот это я не минимум. Сейчас на картинке стоит объект, о котором я как раз и говорил, где стоимость недвижимости 200 тысяч и 20 тысяч на подарки, мебель и бытовую технику дает строительная компания. Это элитный комплекс, это элитное жилье, которое не пострадало и не пострадает. И я помню прошлые кризисы в прошлом 2008 году, та же самая история была. Элитное жилье такого класса всегда оставалось цене. Может быть, просядет на 2-5 процентов. Все остальное, оно держится нормально, потому что недвижимости на первой линии всегда ограничено. Это, ну, смотри, для Теревьейхи все-таки, опять же, 200 тысяч – это цена… Не то, что это сильно выше рынка, но это не типичная история. То есть здесь фишка-то основная в чем? Потому что близко к морю и… Это фишка здесь, зеленый комплекс, как вы видите. Здесь три бассейна, до моря 50 метров. Это элитный сам… Тут написано 200, подожди, не 50. Тут не 50, написано 200. Вот прямой 50. По прямой, до моря 50, а до пляжа 200. Всегда мы указываем здесь, где написано слово «море», мы указываем до пляжа. До пляжа 200, до моря 50. Комплекс упирается прямо в море. Его разделяет такой брусфер и все. Но до пляжа надо пройти по улочкам, добраться туда. Вот. Поэтому вот такой комплекс всегда будет в цене. Ну, если говорить о новом жилье в нашем регионе, побережье Коста-Бланка, юг, например, новострой. Самый дешевый, который был до 15 марта, это примерно цена 110, 115, 120 тысяч. Это квартира с одной или с двумя спальнями. Даже можно было купить таунхаус, два этажа, две спальни, две ванные комнаты по цене 116 тысяч. Вот такие были предложения до этого момента. Эти же компании сейчас предлагают плюс-минус по 5 тысяч на мебель в виде бонуса. Кто 2 тысячи, кто одну, кто ничего пока не предлагает, у кого дела совсем хорошо, ничего не предлагают. Но, опять же, это вся скидка только на время, пока никто не может приехать. Как только отменится вот эта ситуация, к которой мы сегодня все попали, допустим, условно, 1 сентября, как предполагается, все аннулируется, все будет нормально, то эти все скидки уйдут. И теперь я думаю, что, ну, я так логически, если бы я был покупателем, я бы думал попасть именно в это время в течение лета и получить вот эти скидки по 15, по 20 тысяч или по 5 тысяч, вот таким образом. Давай посмотрим, наверное, второй объект, который ты представил. Это уже не Теревьеха, это, ну, соседняя. Да, это Аурела Коста. Это Аурела Коста, комплекс вообще супер премиум класса. Кстати, такой квартиры по цене 185 тысяч осталось там, наверное, одна или две. Все остальные до сих пор идут продажи. Люди некоторые, вот именно этот комплекс в частности, покупают онлайн. Мы сами продали здесь несколько объектов онлайн, и люди до сих пор готовы покупать сейчас онлайн, потому что, когда сейчас все решится, цена опять пойдет расти. Она сейчас просто не растет. А до момента, до 15 марта, опять же, как граница жизни, да, до и после, до 15 марта рост цены в этом комплексе происходил, наверное, каждые 20-30 дней. Добавлялось от 2 до 3 тысяч. Каждый месяц 2-3, 5 тысяч, 2-3, 5 тысяч цена росла и росла и росла. То есть само вложение даже в такое выгодно, но таких комплексов пятизвездочных очень мало. Вообще на всем побережье Коста-Бланка. Тут и сауны, и бассейны, и подземные парковки, и джакузи, и все, что угодно на территории велосипедной площадки. Просто вот премиум-премиум класс. До моря тоже тут совсем рядом. Написано до 800 метров, опять, до пляжа, до моря метров 500. Окей. Вопрос от одного из наших зрителей. А есть ли в Испании, ну или сейчас в продаже на Коста-Бланке, участки с подрядом? То есть виллы, таунхаусы и пользуются спросом такие предложения. Не совсем понятно, что такое с подрядом. Я так понимаю, на ранней стадии строительства имеется в виду, нет? Или что это такое? Давайте тогда пока, Никодим, уточните, что вы имеете в виду под подрядом. А мы тогда пока другой вопрос все-таки тебя задам. Ты ожидаешь в ближайшее время появления большего числа предложений на рынке? Я сейчас не говорю об их цене, а просто того, что в течение там... Было ли какое-то количество продавцов, которые действительно там с 15 марта находились в некой спячке и до сих пор из нее не вышли? Я имею в виду на вторичном рынке. Конечно, да, конечно, потихонечку поступают и больше объектов поступают. И те клиенты, которые у нас выставляли цену завышенную сейчас, допустим, квартира условно стоит там 85 тысяч, рыночная цена. А он говорит, а я хочу 100. Вот хочу и все. Я потратил туда, ремонт сделал. Мы выставляем такие квартиры по 100 тысяч и ждем, когда сам продавец зайдет до сознания, что рыночная цена всегда есть рыночная цена и спустит из-за этой цены. В связи с этой ситуацией многие собственники, которых была завышенная цена, опустили до рыночной и теперь более-менее появилось на рынке больше адекватных нормальных цен на недвижимость. И самих объектов, самих предложений гораздо больше. Угу. Вот уточнил вопрос Никодим. Участок с обязательством построить на участке для покупателя конкретный объект недвижимости? Ну, это было всегда, всегда было в спросе. Участок человек покупает и строит там объект. Ну, это строительная компания обычно делает такие проекты. Когда вы приходите, видите писопилот, выбираете участок и строите там себе дом. Это все стоит на деле. Скажи, пожалуйста, как поживает арендный бизнес и как арендные перспективы сейчас? Что-то изменилось за последние недели? Потому что тоже по-разному твой оптимизм даже тут давал сбои. Арендный бизнес, о нем можно поговорить отдельно, потому что арендный бизнес всегда влияет на продажи недвижимости. Как я говорил в начале о том, что продажи с последующей сдачи недвижимости в аренду – это была основной фишка для покупки недвижимости инвестиций наших покупателей вне Европы, вне Испании. Соответственно, аренда сегодня была в каком-то в одной момент в ступоре, вообще в ступоре. Ну, сами понимаете, такая ситуация. Нельзя было ни заселять, ни выселять, ничего делать. Многие наши собственники, которые имели у нас большое, огромное количество, до 90 объектов в работе, наши собственники начали паниковать, те, у кого, опять же, ипотеки, как нам платить за ипотеку, что делать. И мы им предложили альтернативное решение – это сдача их недвижимости на один год на длительный срок. Таким образом, мы получили, скажем так, дополнительное направление, и мы раньше этим не пользовались, старались к этому не приходить. Во-первых, более безопасно для собственника, и более доходно – это краткосрочная аренда. Но здесь появляется стабильность, та, которая успокаивает наших собственников в том, что они могут получать свои 400-500 евро каждый месяц, с этих денег заплатить за светозаводу и заплатить за свою ипотеку. Ну, вот это что касается в данном случае на долгосрочной аренде. По краткосрочной аренде сейчас немножко начинает оживать. Буквально с 15-го числа, предположительно, с 15-го или с 7-го, или с 15-го, сейчас решается закон по Испании, разрешать перемещаться по всей Испании испанцам, по всей Испании. А это значит, к нам приедут наши арендаторы. Сейчас у нас за весь сезон, за весь год 60-65% – это наши клиенты по аренде испанцы на краткосрочную аренду. Они приезжают отдыхать на выходные. Или раньше так было? Это раньше. Это было раньше. 60-65%. Остальные испанцы ездили в Италию, Францию, куда-нибудь летали на острова. Богатые – это северные испанцы более богатые, они летали куда-то там в другие страны. Так как им на сегодняшний день, сегодня пока нельзя улететь в другую страну, они тоже поедут к нам и компенсируют тех людей, которые не приехали вне Испании, допустим, вне Евросоюза, которые к нам не смогут сейчас доехать. Они компенсируют те северные народы, северные испанцы, вернее, которые не смогли улететь, допустим, куда-то в другую страну, ту же самую Америку отдыхать, к примеру. Поэтому вот на этом рынке как-то так сейчас баланс пошел, и запросы у нас по нашим квартирам, которые… Букинг, кстати, Букинг уже открыл брони на сегодняшний день на лето по Испании, и у нас уже пошли брони. Некоторые квартиры мы уже сдали, особенно на первой линии, очень дорого и очень хорошо. И это, опять же, шведы, норвеги, бельгийцы и люди, которые готовы платить большие деньги за квартиру на первой линии. Окей. Ну и такой вопрос от Дмитрия. Он спрашивает про то, что происходит на антикоммерческой недвижимости, если общий вопрос задать. Вот общался с твоими коллегами из Барселоны не так давно. Они говорят, что идешь даже по самым престижным кварталам, и там увеличилось количество… Аренды. Сейл-кили, да, для аренды. Ну, знаю, как ты назвал это по-испански, я по-русски. Сейл, по-русски, сейл. Для продажи. Да-да-да. Для продажи. Ну, или выставляют на продажу, или арендную историю. Аренд. Я расскажу. На самом деле, на побережье Коста-Бланка-Юг, здесь Юг и Север возьмем вместе. Ну, Север немножко отстает, потому что Коста-Бланка-Юг раньше была заселена, в частности, Бенидором был молодой, а здесь в этой зоне много всего было. И недвижимость давно уже продавалась, издавалась в аренду. И таким образом, когда были ранние нормы строительства, они строили всегда здание внизу, коммерческая недвижимость, здание внизу, коммерческая недвижимость. Ее настроили там 10, 15, 20 лет столько, той же самой Терревехи, Урела Коста, в Ламате, что ее пошло без переизбыток. И даже после 2008 года много недвижимости, которая была коммерческой, офисы, бары, рестораны, так и не открылись. Они стоят, на них стоит аренда или продажа. Никак не изменилось. У нас на сегодняшний день пока это непопулярное направление. Ну, то есть, условно говоря, найти какое-то помещение для того, чтобы там приобрести, а уж тем более что-то открыть, проблемы никакой нет, но надо ли? И я могу сказать по-другому. Я предлагаю нашим клиентам, которые приезжают к нам сюда в Испанию, говорят, и, Саша, я хочу переехать на постоянное место жительства, вот то, что мы говорили, вид на жительство, и нам какой-то бизнес. Я говорю, вот сейчас самое то время, когда можно покупать или арендовать, а в аренду, допустим, брать коммерческую недвижимость. Она стоит очень дешево. Там контракт по закону больше 5 лет. Можно сидеть в этом здании по этой же цене, даже если будет у всех дорожать, поднять вам не смогут. Или же купить можно, они сейчас на уступку пойдут все. Вообще до 15-го они готовы были уступать, а в связи с сегодняшней ситуацией все собственники коммерческой недвижимости очень будут лояльны. И можно купить какой-то офис небольшой или какой-то барчик-ресторанчик и вести свой маленький бизнес. Главное уметь. Главное уметь. Я всегда нашим клиентам рекомендую, дорогие, когда спрашивают мне, Александр, чем заниматься в Испании, когда я приеду к вам жить? Я говорю, вы занимаетесь тем, чем вы занимались дома. Потому что если вы дома это умели делать, здесь тоже. Мы вне конкуренции. Наши славяне все более трудолюбивы, чем испанцы. Испанцы более расслаблены, более такие, ну, если обед, то об обед пойдет на обед. Если 6 часов времени, он пойдет домой, а мы можем задержаться. Вот поэтому мы всегда вне конкуренции. Отлично. На этой оптимистичной ноте мы ненадолго расстанемся с Александром Ташевским, потому что в начале июня, и мы обязательно об этом вам всем расскажем, у нас будет вебинар совместный с компанией Испана Тур. О дате и времени чуть позже мы вам всем сообщим. Контакты компании Испана Тур перед вами. Ссылку на видео наше, которое мы делали, я думаю, сейчас еще тоже в чате мы закинем. Саш, ну и тогда пару слов перед всего-навсего там недельным с небольшим расставанием. Пару слов я могу сказать. Сейчас мы проводим тоже у себя, у компании готовим сейчас 5 вебинаров обучающих. Что это обозначает? Многие сейчас наши потенциальные покупатели не могут приехать в нашу страну. Ближайшие в июне. Россияне, неизвестно, может быть, даже в июле не смогут, хотя у всех предположение, что 1 июля отпустят вас, и вы сможете приехать в Испанию. Испания открывает свои границы, пока то, что я слышал, с 1 июля. Испания открывает свои границы. Поэтому мы сейчас задали задачу готовить наших клиентов, наших будущих покупателей, с которыми у нас есть контакт. И я рекомендую те, которые сейчас просто меня слушают, изучайте больше информации. Связывайтесь с потенциальными агентами, которые живут в Испании. Потому что когда вы приедете сюда, и всем разрешат приехать одновременно в сентябре, в октябре, это будет небольшой наплыв, скажем так, желающих купить. Будет такая, знаете, компенсация. Сейчас никого, а завтра будет слишком много всех. Соответственно, если вы профессиональный покупатель, к этому времени станете, будете знать больше информации, значит, вы сделаете эту работу качественно и потратите меньше денег. А это самое главное. Купите недорого и красиво. Ну что ж, замечательные слова от Александра Дашевского, компании «Испана Тур». Саш, спасибо тебе огромное. До скорой встречи. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok